шаббат шалом дорогие друзья в этот шаббат мы читаем недельную главу хукат мы немножко с вами поговорим об этом равенка план посыпая пеплом красные коровы люди которые стали нечистыми могли восстановить свою чистоту мы не можем этого понять дорогие друзья иногда тору называют обоснование митцвот но чаще всего предпосылки заповеди не объясняют царь шлома соломон пытался понять всю тору но когда он наткнулся на предписание о красной корове ему пришлось признать что это слишком непостижимо и для него иудаизм знает три вида предписаний первое это еду от это свидетельство соблюдая шаббат мы свидетельствуем о творении 6 дней мишпатим это гражданские законы и социальные правила которые поддерживает наше общество дорогие друзья хуким это непонятные законы значения которых не ясны и по-видимому включают в себя противоположности которые нам сложно понять можем ли мы интерпретировать вторую в соответствии с мерками нашему человеческого понимания дорогие друзья этот вопрос который мы себе задаем древнееврейском языке есть одно и то же слово для вкуса и обоснования то am в общем мы путаем термины вкус и обоснование в качестве примера я возьму еду если бы нас спросили почему мы едим мы чаще всего ответили бы что мы едим чтобы остаться в живых если бы нас спросили почему мы едим хлеб они дрова то мы бы ответили бы поскольку только в хлебе одном достаточно питательных веществ чтобы сохранить нас в живых больше мы не можем ответить потому что нам неясно почему он создатель создал мир таким образом чтобы была разница между пищей и непродовольственными так сказать продукты тем не менее всевышний также дал нам вкусовые зрачки то есть глаза участвуют в выборе пищи чтобы создать или выбрать пищу со вкусом это не меняет причины по которой мы едим даже если у нас не должно быть чувство вкуса а некоторые люди на самом деле не могут почувствовать вкус того что они едят мы все равно должны есть чтобы остаться в живых если бы наши вкусовые зрачки полностью определили наш образ питания нам могло бы быть плохо мы будем есть все нездоровые вещи и это может угрожать нашему здоровью настолько что мы умрем митцвод заповедь это наша духовная пища мы можем сравнить митцвод с нашей духовной пищи также как и тело вот и нишама нуждается в духовной пище митцвод и изучение торы это духовное меню для души почему и каким образом некая митцва духовно усиливает и укрепляет душу мы конечно же не знаем чтобы сделать митцвод более приятными всевышний иногда дает нам обоснование или освещает фон этой митцвы это называется то аммей а митцвод причины или вкус митцвод таким образом нам легче или приятнее выполнять заповедь браха вас лаха дорогие друзья будьте здоровы выполняйте заповеди шаббат шалом ваш раввин капла а а